И всем приветствую! Сегодня у нас будет такой обобщенный гайдик по WarTales. После того я его записываю, как прошел всю игру на максимальной сложности, еще с раскачанными врагами до 11 уровня, когда наши воротке только 5-й имеют максимальный на данный момент. Как раскачать врагов, чтобы было интереснее играть, если уже как бы становится скучно бить 5-6-х. В описании ссылочка, как это сделать. Плюс в описании также еще гайдик отдельно на то, как увеличить счастье, больше братков нанимать. Единственное, чего там нет, это про одну постройку, это винная бочка, тогда у меня еще и не было. Но я позже, когда буду рассмотреть лагерь, о ней скажу. Так что в описании. Плюс тайм-коды добавлю, если кому конкретный момент какой-то интересен. Здесь я еще сейчас покажу, сделал табличку всех навыков с учетом улучшений на арене. Пришлось потратить довольно много времени, поэтому, надеюсь, будет полезная информация. Итак, поехали. Начнем с самой базы. Вот возьмем персонажа. Когда мы нанимаем новая братка, нам дается один из пяти рандомных навыков. Важный момент, не нужно по этому навыку выбирать братка, потому что все эти пять навыков можно будет изучить на всех братков. Так, как это сделать? Сейчас я сразу покажу. Нужно обратиться к представителю черного рынка. В первом биоме он находится вот здесь, но предварительно придется разочистить лагерь бандитов. И там возможно выполнить какие-то бандитские квести, чтобы там появился этот представитель. Там что-то украсть для этого надо изначально, либо какое-то преступление мелкое совершить, что-то такое. Но когда я пришел, у меня он был сразу. Если кто точно знает, что нужно делать, оставьте комментарий. Но типа сюжета он тут появится. Так, в общем, первой локации он появится здесь, в логоме бандитов. Во втором биоме вот здесь. И в третьем биоме вот здесь. Да, изначально там может быть очень-очень много врагов, потому что там будет несколько черепков нарисовано на локации. Чтобы количество этих черепков там уменьшить, соответственно врагов там будет тогда меньше, Нужно по биому текущему региону ходить и искать бандитов, на которых такой же черепок нарисован. Убиваем группу бандитов и врагов становится в этом лагере существенно меньше. Потому что у меня, когда я как-то зашел в лагерь, в один из этих, по-моему, вот в этот, у меня там было 100 врагов примерно. 100, то есть это вообще никак не получится победить. Чисто из-за того, что там много лучников, без лучников можно было бы и 100 убить. С лучниками, конечно, это проблема. И так, получается, вот так вот. Так вот они уменьшаются, зачищаем. Плюс там еще находятся рецептики на крафт каких-то построек для лагеря, там часто всякое такое. Очень ценный лут, так что обязательно стоит эту локацию побыстрее пройти и получить ко всему этому доступ. Итак, теперь рассмотрим сами эти навыки, которые мы там получаем. Насмешка, насмешка. Она у нас, во-первых, заставляет цель вступить в сражение, ослабляет, снижает урон на 50% врагу. И этим она полезна вдвойне. Потому что и в бой вступить нужно иногда врага затянуть, чтобы он не пошел там никого больше бить. Плюс ослабить его на 50%. Потому что если враг бьет по площади, то он норовит подойти так и ударить сразу нескольких. В противном случае они обычно бьют ближайшего, конечно, врага и так. Но если атака у него массовая, то он пойдет ударит там, где больше целей заденет. Поэтому вот полезно. И еще очень полезно с помощью этой билки захватывать врагов. Захватывать можно там и зверей, и людей. Потому что часто бывает у него мало здоровья. И чтобы захватить, нужно обязательно один персонаж, чтобы ввел в сражение, вступил в сражение с этим врагом. А другой персонаж подошел к этому врагу с любой стороны. И с помощью определенных условий, сейчас я попозже расскажу каких, можно будет его захватить. Так вот, когда у врага остается мало здоровья, и мы хотим его, например, захватить. Без этой билки нужно сделать удар, например, по врагу. А удар может просто там критануть, или даже так просто убить его, и все. И мы не сможем захватить. А этой билкой без урона мы вступаем в сражение. И подходим к другим персонажам, и захватываем. Итак, чтобы захватить зверей, что нам нужно? В инвентаре должна лежать веревка. Ее никуда не надо экипировать, просто вот здесь. Вот как у меня сейчас показано. Вот тут она находится, веревка. И с помощью нее захватываем зверей. Вступаем в сражение одним бородком. Когда у врага меньше, чем 50 или 40% здоровья. Ну, в общем, он уже пробит. Тогда мы можем подойти к нему другим бородком, который не сражается, и захватить. Вот и все. И он у нас попадает в плен. И вот как раз за счет этого можно и уровень поднимать, и так далее. Так, как захватывают людей? Принцип тот же самый, но разница в том, что нам нужна не веревка в инвентаре, а вот эти вот цепи. И преимущество еще от захвата людей. Их можно сдавать в тюрьму, и это очень-очень много денег можно на этом заработать. То есть, например, за квест нам дают, ну, грубо говоря, 200 монет. Мы захватили три пленных, к примеру, и сдали их в сумме за 300, например, монет. Вот так. А как сдаются, и где брать вот эти веревки и цепи? Они, в принципе, все продаются, например, в той же тюрьме. В первом регионе это вот здесь находится. Но тюрьма переполняется. В этой тюрьме лимит три заключенных можем сдать. Ну, они быстро освобождаются места, там, возможно, где-то в течение суток. Но, тем не менее, больше трех за раз захватывать не обязательно поначалу, чтобы их не кормить. Причем им еще надо и платить сейчас сделано. Вот, к примеру, у меня есть заключенные, да? Мы еще им и платим 10 золотых. Кроме того, что и кормить, и платить. Вот так. Поэтому захватываем трех, сдаем. Если второй регион уже открыт, тюрьма у нас здесь находится. И здесь можно сдавать больше. Что-то около пяти, точно вот не помню, ну где-то так. Так что, если мы захватили очень много, можем сдать часть здесь, часть здесь. Потом вернуться, и уже здесь места освободятся к этому времени. В общем, довольно неплохо на этом зарабатывается. Так, ну вот, переходим к следующему навыку. Это у нас ярость. Ярость отличный навык. Можно, когда у врага срится меньше 50% здоровья, мы его можем ударить. Желательно, чтобы этот удар был добивающим. И тогда мы еще на следующий удар получаем еще 50% урона. Просто замечательная штука. Ну, это на всех, кто в ближнем бою сражается, стоит взять. Бег. Бег, бег, бег. Бег вообще на всех лучше брать. Потому что он помогает и отступить, и подбежать к врагу, и там какую-то позицию выгодную занять. В общем, отличная штука. Не выходя из боя, не провоцируя удар. То есть, когда мы просто так надо отойти от врага, нам придется получить от него удар. А здесь мы бесплатно отбегаем, и все. Очень удобно. Первая помощь тоже желательно брать на всех. Но используется первая помощь в этой игре не как просто подхил, грубо говоря, а в основном как снятие всяких негативных статусов. Она вот все снимает. И порог смерти, и всякие яд, кровоток и так далее. Все дебафы. Отличная штука для этого. Поэтому желательно взять всем. Но опять-таки, все вот эти навыки требуют одну единичку доблести. Так. Идем дальше. Еще один навык остался, который я не сказал. Я его не брал на всех. Это вот прицеливание. На следующую атаку только на одну. То есть сразу две нельзя будет зависеть. Одну из двух. Например, если это лучник. Мы можем два раза дальше выстрелить. И причем, и точно еще повышается. Что значит, когда у нас мешает какой-то наш браток или вражеский, шанс попадания уменьшается по нашей цели. За счет того, что может попасть в того, кто мешает. На пути стоит. Это все игнорируется. И шанс попадания становится стопроцентный во врага. Удобная билка. Можно еще ее взять на лесничего. Конечно, еще работает на копейщика. Но это уже, как бы, по-любому баг. И поэтому не особо тем более интересно играть, когда копье бьет на пол карты. Поэтому вот так. Достаточно взять на лучника и на лесничего. Этого билку. Так. Ну, в принципе, вот базовые билки. Все. Далее. Мы можем еще две способности раскачать. Это вот, которые вот в этом ряду находятся и в последнем. У каждого класса. Так. И на это нужны вот такие вот книжечки. Да. Если вот эти на дополнительные навыки книжки стоят 150, их продаются по 5 каждого типа у всех этих самых торговцев черного рынка. Так. Где этот? Вот он. Вот здесь находится. Да. И они обновляются. То, чтобы улучшить навык, нужна другая книжка, которая стоит уже 300 золота. Их продается 10 штук. А только в одном месте на данный момент. И они тоже обновляются. То есть, грубо говоря, бесконечно. Плюс еще можно одну найти. Она находится где-то вот тут. Там аккуратненько. Если кликнуть в тайничке, там что-то такое. По-моему, здесь она я находил. Ну, точно. Точно я не скажу. Вроде бы здесь. Так. Как их, значит, найти? Нам нужно идти на арену вот сюда. Пройти арену. И тогда у нас можно будет покупать эти книги. И они очень-очень бустят персонажей. И сейчас я покажу табличку со всеми классами. И всеми улучшениями этих штуковин, которые я подготовил заранее. Так, сейчас где-то у меня ее открою. Так. Оп. Захват экрана наш. Вот. И начнем. Рассмотрим, значит. Вот так вот я сделал. Мещника. Начнем с мещника. Во-первых, первая вот эта вот строчка. Сейчас сделали так, что изначально вот эта строчка с обилками была всегда на третьем уровне. А вот которая здесь на третьем всегда на втором. Сейчас сделали рандомно. Вот эти первые две, они могут меняться. То это первая, то это первая строчка. Вот так. Ну, конечно, лучше, чтобы была вот эта вот верхняя обилка, как по мне. Там активные есть, полезные очень способности. Хотя, опять-таки, не у всех на мещника. Может быть, лучше вот этот щит первым взять. Ну и начнем рассматривать. Так. Вот это обычно первая строчка была, поэтому я с нее всегда буду первой начинать. Потому что вот так удобнее. Во-первых, первая вот эта вот строчка, она всего шесть классов в игре, да? Но первая строчка, она отличается всего только из две разновидности этой строчки. То есть, мечник, дикарь и воин имеют вот такой вот вид вот этой вот строчки обилок. Ну и у всех из этих вот мечник, дикарь и воин, я всем абсолютно брал оборонительную стойку. То есть, юнит получает отражение. Вот здесь вот я список сделал всех вот этих вот статусов, что есть в игре. Если что, отражение это у нас получаемый урон в следующей атаке понижается на 70%. Короче, получает юнит отражение, но использование этой обилки блокирует базовый удар. То есть, мы уже на этом ходу не можем просто так ударить. Но зато мы получаем вот 70% понижения в следующей атаке. И если мы уже в бою, то есть, затянуто в бой с каким-то врагом, то получаем еще один от этой доблести. Вот, как бы, очень полезный навык. На всех, где он используется, есть. Я всем абсолютно беру. И еще очень важный момент, что вот этот вот навык стакается с защитой 30% И получается, что 100% следующая атака блокируется, но все равно единичка урона прилетает. То есть, если какой-то у нас там варшотный враг, босс, который с одного удара просто убивает, под вот этими вот бафами, получится, что он нанесет один урона. И это очень сильно помогает против вот особенно высокоуровневых врагов, которые реально там с одного удара могут убить. Итак, следующее, что тут еще есть. Доблестная череда. То есть, выбираем одну из трех вот эту всегда. Когда атака попадает по нескольким противникам, вам дается один доблести. И каждый раз, когда вступает в бой персонаж, мы тоже получаем один доблести. Ну, в общем, как по мне, вот это самая лучшая оборонительная стойка. То есть, как начинается бой, например, у мечника. Сначала используем вот эту обилку, что я показывал, да, затянуть в бой и снизить урон на 50% в самом начале, про которую я рассказывал. И потом и взаимопротивную стойку. Таким образом, мы ослабляем врага на 50% ума урона, вступаем с ним в бой, блокируем следующую атаку за счет вот этой уже оборонительной стойки на 70% и возвращаем затраченное действие. То есть, это обходится нам бесплатно, и мы еще блокируем урон. И еще ослабляем врага. Очень даже неплохо получается такая комбинация. Я вот ее использую постоянно. Дальше идет вторая строчечка у нас. Это выбор уже обилки, которая прокачивается вот этой книгой. И здесь я сделал такие пометки. Вот, что я выделил в красный цвет. Это то, что меняется за счет вот этой книги улучшения. То есть, здесь вот мы видим, да, что бойцу и всем союзникам в области 6 метров дается защита на 3 раунда. Это уже версия с улучшенной, улучшенной версией книгой. И здесь вот я пометил то, что улучшено. То есть, видно, что вот в квадратике вы видите. Но это самое сложное как раз получается из пометок этих. Что вырастает у нас за счет книги с 2 до 3. С 2 раундов до 3 длительность. И область действия с 4 до 6 вырастает за счет книги. То есть, это уже финальная версия показана с книгой улучшенной. То, что это уже сложно потом проверить, что дает книга, когда персонаж прокачан, там уже не посмотреть. Поэтому мне пришлось отдельно все это делать, потратить на это время. Так, вот этот навык берем на мечника. Если мечник у нас танк, который как раз я использовал, это топовый навык, потому что он на область кидает. Можно кинуть еще, чтобы задеть дикаря, например, воина. На них еще 30%, на 3 раунда, не считая, что на себя. И у всех есть отражение. И каждый из этих бойцов сможет одну атаку полностью поглотить. А здесь так построена игра, что самое важное, это первый раунд. Первый раунд как раз расстановка бойцов, блокирование всех врагов, чтобы никто никому там не нанес урона. И получается, как раз за счет вот этого навыка, воодушевления и оборонительной стойки, тремя вот этими персонажами можно заблокировать сразу, как минимум, 3 врага, которые вообще не нанесут урона. Это вот очень удобно. Далее, что у нас смотрим, на выбор еще есть. Ну это дальше уже идут такие, больше как на дамагера мечника, но у меня он был один, и я использовал его вот как танка топового. Он у меня танчивал просто на отлично все. Получается, сбивающий удар наносит цель 1 из 14 урона, ей причиняется дисбаланс на 2 раунда. Дисбаланс это оборона, то есть поглощение броней урона уменьшается. То есть по броне проходит уменьшенный урон за счет этой обороны, а он ее скидывает на 0, и броня получает такой же полный урон. Независимо от процента этой обороны. Как-то так это работает. И если мы книжку используем, вот здесь в квадратике помечено то, что дает книжка. Всегда наносит критический удар по целям, у которых отсутствует оборона. Вот такая штука. И далее у нас еще один на выбор получается. Наносит всем бойцам в области 19 урона 2 раза, и можно применить после 1 атаки. Если это опять-таки книга улучшила, и я здесь вот пометил в квадратик, что улучшает книга после 1 атаки, потому что до использования книги нам надо 2 атаки сделать, чтобы вот эта вот способность использовалась. Во-первых, здесь используются 2 доблести, поэтому такой навык я даже особо и не рассматриваю, потому что слишком дорого. 2 доблести это очень дорого. Нет, хоть и урон больше, там, и все такое, можно там использовать. Но тем более надо все равно атаку делать. Нет, мне не нравится. Вот это вроде бы хороший, конечно, навык, особенно вот уже когда враги мощные, у них там оборона под 50%, как бы, ну, и брони там по 300. Ну, да, может быть неплохо, но все равно защита более как-то стабильная игра. Пускай... Если врагов не раскачивать, конечно, если слабых бить, да, лучше я бы взял бы тогда, наверное, сбивающий удар, чтобы сразу снять оборону, там, туда-сюда. Но... Или даже, может быть, вот это. Ну, в целом, на перспективу, если смотреть, то воодушевление выглядит более таким качественным. Особенно, если вдруг играть на Iron Man, то по-любому, воодушевление, однозначно. Так, далее, что у нас смотрим? И третье у нас строчечка у мечника. Это получается оплот. Оплот, оплот. Каждый раз, когда боец вступает в сражение, ему дается отражение. То есть, вот этот вот как будто навык используется, и только без получения доблести. И книжкой улучшаем, что каждый раз, когда боец покидает сражение, ему дается ярость. Ну, опять-таки, это сильно дамагера какого-то, то, ну да, может быть, можно, но я это не использовал. Следующий момент, контратака. Вот это вот я использовал как раз-таки. Каждый раз, когда боец вступает в сражение, ему дается ответный удар. Ну, и враг бьет, мы отвечаем. Вот так это работает. И если улучшить, то еще, когда боец покидает сражение, ему дается вдохновение на один раунд. Так, а вдохновение, сейчас я тут самую подвину. Я чуть не заметил, что у меня сместилось. Так, вдохновение у нас дает, движение удваивается. То есть, вдруг надо куда-то убежать. Заблокировали там кого-то, или нас заблокировали, вышли из боя и сбежали двойным движением. Вот так. Ну, нормально, в принципе. И далее у нас третий наук идет. Пока у бойца есть какой-либо бонус, его атаки причиняет эффект ослабления. Если не улучшенный на один раунд, а, видимо, если улучшенный, то на постоянку действует ослабление. А ослабление, это у нас, опять-таки, действие, если надо ищем в правом столбике, у нас есть урон снижается на 50%. Так, и важный момент. Да, еще вот эти, если что, табличка в удобном виде, она есть, если что, у меня Google Docs выложил. Ссылка в описании будет на вот это, если чтобы сохранить себе эти картинки, кому интересно посмотреть, что дает эти улучшения и так далее. Ну, в общем, мечник вот так. Потом я еще покажу в итоге, какой у меня мечник получился. Но пока что вот рассмотрели основные навыки. Далее, что тут у нас идет еще? Дикарь. Дикарь, дикарь. Сейчас я посажу. Так. Ну, топ-1 строчка тоже самое. Берем оборонительная стойка. Ну, это я так беру. То есть, можно и по-другому. Можно делать чисто там через дамаг как-то эти или что. Но мне вот так вот интереснее так играть. Тем более, с учетом того, когда ваншотные враги, это очень сильно помогает. Так, следующая строчка у нас на выбор. Да, еще вот эти вот строчки я не сказал. Здесь у нас надо еще обращать внимание. Когда мы нажимаем кнопку выбрать, у нас разные статы получаются. То есть, либо телосложение, либо сила. И разный тип брони мы можем использовать. Максимальный. То есть, здесь вот тяжелую броню, например, уже не все смогут использовать. Если мы не возьмем вот эту, тяжелую не сможем использовать. Ну, а среднюю, если... То есть, ниже рангом броню можно использовать. То есть, если взяли тяжелую, то можно и среднюю, и легкую использовать. А если вот взяли среднюю, то тяжелую нельзя. По-моему, как-то так это работает. Могу ошибаться, но вроде бы так. Так, навыки-навыки. Смотрим следующую строчку. Неудержимый натиск. Вот это вот я не брал. Да, там что можно по прямой. Бежит, атакует всех. Типа накладывает замедление на один раунд. Замедление это в два раза снижает скорость перемещения. И улучшаем книгой. Если заканчиваем ход рядом с противником, то получаем ярость. Далее. Ядовитый удар. Наносит всем в области 34 урона. На крутящих бойцов накладывается яд на два раунда. И смертельный удар. На земле лужу. Создается облако яда. У меня был такой кинжал с этим облаком яда. И могу сказать, что это очень-не очень обилка. Потому что от этого яда больше урона не противники получали, а я, когда мне нужно было пробегать через это облако, постоянно все травились. А враг, в принципе, и так умирал. И все. Толку этот яд ничего не делал, считай. Не очень. Мне не понравилось вот это улучшение. И опять-таки, эта обилка требует два доблести. Два доблести это очень дорого. Мне такие обилки как бы не особо нравятся. Я их не брал ничего, кроме бафа на ярость, на всех. И все. Только это взял остальные, использовал один. И вот ослабляющий удар, на мой взгляд, это самая лучшая обилка. Потому что она у нас и бьет довольно сильно, то есть сильнее, чем, например, натиск. Ну, одну цель только. Но зато накладывает ослабление, то есть атака на 50% снижает урон. И еще, если мы улучшаем, уязвимость накладывается. То есть следующая полученная атака будет критической. Короче, отличная обилка. Я вот эту вот беру. И все. Потому что она и в бой втягивает, и урон наносит, ослабляет врага опять-таки. То есть если мы бьем, например, каким-нибудь дикарем, двуручным молотом, мы врага ослабили, плюс еще заюзали оборонительную стойку после этого. Получается у нас действие бесплатное. То есть мы ударили вот этой обилкой, заюзали стойку, ослабили врага, наложили на себе баф поглощения урона и вернули затраченное действие. Просто отлично получается в этом плане. Но опять-таки, да, не стоит забачить, что бронетерная стойка отключает базовую атаку оружия. Но обычно на первом раунде это эффективно. Пока мы расстановку делаем, и еще не все враги заблокированы, чтобы минимум потерять брони. Так, далее что тут у нас. И третья строчка. Но третья строчка тут уже как бы больше интересного, и не так для меня однозначно, что выбрать. Крушитель брони. Урон повышается на 25%, если у врага есть броня. И улучшаем книжкой. Если броня противника уничтожается атакой бойца, бойцу дается жестокость и вдохновение. Вдохновение это движение удваивается, жестокость, урон повышается на 30%. Вот это, в принципе... Сейчас, где там оно, я сместил куда-то. Это, в принципе, хороший навык, да, потому что дикарь частенько он кого-то добивает. И как бы... То есть, если... Броня обычно... Ну, тоже от уровня зависит. Если враг уже большой уровень, то уже броню не так просто разрушить. И оно не особо будет вот это прокать жестокость вдохновения. Но поначалу, пока враги более-менее нашим уровнем равны, то там с удара как минимум броня сносится. Там, получается, какое действие? Мы снесли броню, потом вот этой яростью... Если у него меньше половины даже бывает здоровья становится, яростью добили. Тут у нас сразу и эта жестокость, и вдохновение бахнулось, и движение, и все подряд, короче. И можно побежать еще куда угодно сразу, если убили врага за ход. Ну, когда уже враги становятся выше уровнем, то у нас работают, считай, поначалу в основном только вот урон повышается на 25, пока есть броня. То что броню одним ударом уже становится не так просто пробить. Но со второго пробивается, грубо говоря. Поэтому, в принципе, этот навык всегда полезен. Даже и в поздней игре, и пока враги равны нам уровню. Хороший навык можно брать, не прогадаешь, короче говоря. Так, апартонизм. Пока в пределах 6 метров от бойца есть не менее 2 врагов, бойцу дается защита. И книжка нам добавляет, если поблизости есть не менее 4 врагов, бойцу также дается жестокость. Ну, не менее 6... Ну, 6 метров, в принципе, неплохой расстояние, но тем не менее 4 врага, это тоже такое очень жесткое условие. Так, а жестокость, если что, у нас это урон повышается на 30%, мы только что это рассматривали. Ну, а защита, это всего лишь навсего 30% пониженный урон. Вот так вот. Ну, в общем, не очень навык. Вот этот вот, я его... Вот этот, наверное, самый плохой. Так себе. Потому что защиту мы можем накинуть, если что, танком. Ну, если мы, конечно, в пределах этого действия находимся. А в другой стране обороны, в принципе, хватает на один удар хотя бы, правда. А здесь только на время. Так, жестокость у нас дальше идет. Урон и критический удар повышенный на 20% против бойцов с хотя бы одним штрафом получается. И книжка дает их урон также будет на 20% меньше. Что здесь у нас? Вот это вот тоже можно взять как альтернативу у крушителю брони. Потому что, если мы используем низ босса, колотушку обычную, то там очевидно, что надо использовать ту, которая вешает кровоток. Плюс у нас и обилка взята, ослабляющий удар, которая также вешает дебаф. То есть, чем мы бы первым не походили, у нас уже на нем висит гадость. И, соответственно, штраф есть. И урон и критический удар. Критический удар это критический шанс. То есть, критический удар и критический урон. Удар это именно шанс. На 20% все повышается. Очень даже неплохой. Возможно, даже в какой-то... Ну, тут тоже по ситуации. Где-то лучше крушитель брони, где-то вот эта жестокость. Это оба навыка будут нормальными. Потому что дикарь, в принципе, идет как дамагер в основном. У меня, во всяком случае, так. Я его как танк лучше взять мечника. И как бы отличный навык. Как альтернатива и то, и то будет выглядеть хорошо. Дальше у нас идет воин. Так, воин это топор. Да, еще по оружию. То есть, мечник, естественно, мечи использует. Дикарь у нас использует молоты. Всякие булавы, всякое такое. А воин использует у нас только топоры. И первая строчка тоже самая. Оборонительная стойка. Я про нее рассказывал. Вторая идет у нас. Я брал буйство. Потому что он бьет три раза. И при улучшении, при крит-ударе дается ярость. Три раза, соответственно, шанс крита существенно увеличивается. Плюс, когда на оружие можно еще накладывать всякие зачарования. Ну, там, зельями накладываются. Но они действуют бесконечное количество времени, пока мы не обновим оружие или другое не наложим в зелье. Поэтому это можно назвать зачарованием скорее. И получается, что у нас с каждого удара все это может сработать. Три удара наносятся. Оборона игнорируется. Как раз таки то, что оборона, это у нас... А, я тут не написал. Да, это как раз то, что броня дает абсорб урона. Так что отличный навык. Далее и стоит одно доблесть. Очень важный момент. Рассекающая буря. Это тоже как бы все остальные навыки неплохие. Но они требуют две доблести. Это очень дорого. Наносят всем бойцам в области 10 урона. Атакуют один раз за каждого бойца в целевой области. То есть да, если мы бьем сразу двух, но область маленькая 2 метра. Если они рядом там буквально стоят. Да, такое частенько можно подловить такой момент. Но опять таки... Два действия. И не факт, что она еще убьет. И если... Но зато если кого-то убивает, да, атакуют еще раз. То есть там если два врага, один побитый. Мы его убиваем, убиваем второго. Да, дамаг может очень хороший зайти. В принципе можно вот это тоже взять. Но нужно рассчитывать, что у нас дорогая билка. И не всегда все-таки два врага будут удобно стоять для нас. И именно их нужно будет бить. Ну, а билка пойдет. Да, как альтернатива можно и то, и то брать. Мне буйство понравилось, в принципе. Можно взять и вот это. Далее у нас идет овации. Всем сражающимся союзникам дается ответный удар. Я книжкой улучшается. Всем не сражающимся дается вдохновение на один раунд. Так, и мы можем сразу... Блин, у нас здесь колесико улетает. Таблица не туда. Ответный удар. Это в следующий раз, когда атакуют бойца. Ну, в общем, просто контратака у нас появляется. Вдохновение, движение удваивается. В принципе, баф хороший на вдохновение и ответном ударе. Ну, опять-таки, он очень дорогой. Если бы он стоил один, можно было бы взять. А так как-то дороговато, как по мне. В чем плюс буйство еще здесь? То, что все-таки по соло-цели дамаг больше. А я больше ставлю цель одного убить побыстрее. Чем меньше врагов, тем как бы уже проще их контролировать, чтобы они вообще не носили урон. Поэтому буйство очень помогает. Опять-таки, буйство. Потом вот этой яростью забить, который из стартовых обилок, да, которые покупаются на черном рынке. Я вначале показывал. И одного врага можно вынести сразу. Таким образом. Попытаться. На первом ходу. И от следующего можно заблокироваться, например. От той же оборонительной стойкой. Поэтому вот так получается удобно. То есть, например, буйством побили врага. Если у него остается меньше 50% здоровья, мы используем вместо основной атаки, например, оборонительную стойку. Возвращаем действие за буйство. Поглощение вешается на 70% удар. И потом добиваем ярость у врага. Получается, мы убили врага всего лишь за одно действие, а не за два. Хотя два потратили, потому что одно вернули. И еще на нас висит поглощение следующей атаки 70%. Очень удобно. Но на поздней стадии, конечно, уже убить за ход так не получится. Но все равно это будет действенно. Так, далее. Что тут у нас получается? Воин, воин, лучник. Все, дальше идет лучник, лесничий, копейщик. У них первая строчечка теперь меняется. А именно. Здесь у нас вот такие вот теперь навыки. Доблестная дерзость. Каждый раз, когда боец завершает ход рядом с врагом и не увлекается в бой, вам дается один доблести. Я поначалу это использовал на лесничьем, но потом я перекачал все равно его. И у нас, у всех использовалась славная поддержка. Всем. Там же. Так же, как здесь, всем используются стойка оборонительная. Тут всем я брал славную поддержку. Так, второй навык. Каждый раз, когда убиваешь врага, получаешь доблесть. И третий, вот самый лучший, на мой взгляд. Каждый раз, когда боец завершает ход рядом с союзником и не вовлекается в бой, вам дается доблесть. Вот это лучший, на мой взгляд. Можно, потому что всегда получать. Например, если я взял доблестную дерзость, там не всегда получается, что ты не вовлекаешься в бой или рядом с врагом можешь закончить ход. А вот славную поддержку можно, ну если нет необходимости вступать в бой с врагом, вовлекать в бой, всегда дается. Поэтому очень удобно. Славная поддержка в целом больше дает доблести, чем доблестная дерзость. Но в случае, так как я играл, у меня так получалось. Дальше. Следующая строчка. На лучнике. Я использую вот этот отбрасывающий выстрел. Если его улучшить, там и урон увеличивается, и отталкивает дальше, и замедление два раунда. То есть, опять-таки, этой обилкой можно отключить одного врага, который доходит до нас, какой-нибудь особенно мощный и тяжелый враги. У них обычно небольшая дальность хода, но они его очень сильно бьют. Его можно вот этой штукой оттолкнуть, и он отключится на один или даже два хода. Следующий ход можно еще кого-то оттолкнуть. Полезная обилка для контроля. И дамажит еще хорошо при этом. Дальше вот есть еще у нас фас. Дужественным животным рядом с целью дается ярость. Они применяют... Дается ярость, это если книжка. Без книжки они просто атаку по возможности только применяют. Ну, то есть, рядом с врагом кто стоит, они его убьют. Ну, в общем, такая себе обилка, потому что много зверей брать невыгодно, то, что врагов становится больше, ну, как бы, ну, в этом просто не смысла. На данный момент с автолевелингом в этой обилке точно. Поэтому эту я не советую брать такая себе обилка. И вот эта альтернатива отбрасывающая выстрелу, с ней будет как бы больше дамага, но меньше контроля. Потому что вот она совершает атаки по возможности. Ну, грубо говоря, овервошь. Мы делаем область небольшую на 8 метров. Конус задаем лучнику. И кто враги там появляется, он по ним стреляет. Без улучшения книжкой по 3 врагам стреляет, с улучшением 4 врагам. Но важный момент не останавливает врага. То есть, враг бежит дальше, поэтому, как бы, ну, это такая себе обилка. Можно взять, да, в сочетании там со спирволом, там, чем-то такое. Но мне больше нравится отбрасывающую выстрел. Я люблю больше на контроль врагов, чтобы не получать урона и так далее. Но с этим, с этой обилкой, да, будет больше урона, с этой больше контроля. Тут кому как нравится играть. Мне больше нравится, как я уже сказал, контроль. Так, смотрим. Дальше у нас последняя строчка. Усиленные стрелы. Каждый раз, когда боец наносит критический удар, применяет эффект кровотечения. И критический урон увеличивается на 25%. Вот это, на мой взгляд, лучшая штука. Ее надо брать. Но я, к сожалению, взял другую. Хотя, нет, да, есть один нюанс, почему его можно и не брать. Но для дамага, вот вообще, вот это, по-моему, лучшая штука у лучника. Следующая точность. После каждых двух атак применяется уязвимость и дается ярость. Так, уязвимость, это у нас следующая атака полученная, будет критическая. Ну, а ярость, это урон следующей атаки на 50%. Увеличивается. Так, блин, я потерял своего лучника. Вот он. Так, ну, как бы, такое себе на самом деле. Мне не понравилось. После двух атак еще, ну, да ну, нет. Даже как-то не смотрится у меня это совсем. Как это можно использовать? Далее у нас. Ну, опять-таки, есть только, может быть, вот, да, с этим, с градом атак. Так, с градом атак в сочетании. Может быть, да, как-то можно, если там рассчитываем, что несколько врагов забегает. Если на них, если еще будет так работать, на эти атаки, то тогда еще, может быть, как-то можно использовать. Вот, если брать отбрасывающий выстрел, то явно не стоит это брать. Ну, здесь, а здесь надо с градом атак проверять, будет ли оно работать так. Если на вероочи будут засчитываться эти удары. И дрессировка. Вот это то, что я взял на своего луччика, дает возможность управлять животными в бою. В конце своего хода лечит дружественных животных на 5% от их максимальных значений здоровья. В красном, вот этом прямоугольничке, это, естественно, то, что дает книжка. Как уже все, я думаю, поняли. Вот это вот я взял. И почему? Это и нужно брать, если только вы собираетесь вот прокачивать, как вот гайдик отдельный, да, в описании есть ссылка, как прокачивать врагов по уровню. Потому что для этого нам нужно одно животное, чтобы оно все время выживало. И нельзя, чтобы оно погибло. А без этой обилки оно будет само бежать и сливаться. Это животное наше. С этой же обилкой мы сможем контролировать и не пускать его в бой. И оно просто будет стоять где-нибудь сзади и выживать, так сказать. А от этого животного зависит уровень врагов. Поэтому это намного проще следить. Если этим не заниматься, не качать врагов по уровню, не брать животных, ну, для этой цели как минимум, то лучше однозначно взять усиленные стрелы. Если же играть именно по тактике усиления врагов, чтобы были вот эти более мощные битвы, однозначно надо брать все-таки дрессировку. Вот так. Так, далее идет лесничий. Первая строчка опять не обсуждается. Это славная поддержка, чтобы получать доблесть каждый ход. И вторая строчка... Да, вот здесь еще такой момент. Три... Поначалу у лесничьего только три обилки на выбор, что во второй строчке, что в третьей. Как получить четвертую? Сейчас я покажу. Оп. Открываем игру. Открываем карту. Так, после того, как мы проходим арену, нам нужно прийти вот в эту вот локацию, в эту мельницу. И здесь там будет один бывший гладиатор. Он нас обучит вот этой вот дополнительной способности, дополнительной ветке развития лесничего. Но для этого придется на данный момент, во всяком случае, старого лесничего, если он уже там что-то прокачал, уволить. И придется нанимать нового. Вот так, чтобы это все прокачать. Кстати, как обновляются еще в таверне, в тюрьме для найма юниты? Чтобы они обновились, их по-любому нужно старых нанять. Только тогда вместо них через сутки примерно появляются новые. По уровню они появляются, по-моему, максимум уровень, что у них может быть, это минус два от нашего максимального. То есть, если у нас пятый, то там третий будет. Но есть возможность, конечно, нанять и десятого, и одиннадцатого юнита. Союзники это довольно сложно, потому что только по ивенту нанимаются. Например, если смотреть третий, и он вот здесь вот до группы ходит, и там просто говоришь с ним, он присоединяется. То есть, если враги раскачаны до одиннадцатого, ну вот у меня здесь десятого, я могу взять юнита, остальных всех кикнуть, в таверне всех нанять, и там можно будет нанимать, по-моему, нет, по-моему, седьмых, минус три, наверное, урона. Седьмых можно будет нанимать точно. Я вот смотрел, так я вот, кстати, эти обилки все и сделал. Вот так. Но я этим не пользовался, потому что, как бы, официально пятый уровень, я играл пятым, и только врагов качал своих, я не стал качать, заморачиваться с этим. Это не нужно. Но не было. Так, ну, в общем, думаю, с этим моментом понятно. Переходим дальше. Так, сейчас, где-то моя табличка, опять открываем. Так, 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 сейчас. Оп. Так, вот так мы получаем убийцу. Здесь, таким образом. Второй ряд. Бешенство наносит, значит, семь девять урона. Ну, урон, естественно, вот этот у всех, он зависит от оружия. Так, из-под тяжка совершает дополнительные две атаки. Из-под тяжка это когда мы со спины бьем. Да? Это вот ты там написал? Возможно, и нет. Возможно, я и в твоей табличке не написал. Ну, в общем, из-под тяжка это удар со спины, наверное, я про это забыл. Совершает две дополнительные атаки. По-моему, со спины. Втянут в бой, вот не помню. Да, ну, чтобы со спины ударить, надо, видимо, чтобы враг был втянут в бой и бить со спины. Вроде бы так. Ну, 100% я не скажу, к сожалению, потому что я это не использовал. Так, ну, вроде бы так. Совершает две дополнительные атаки. То есть, все он ударит, получается, три раза, если мы бьем вот сзади врага. Смертельный удар. Навык можно снова использовать в этом раунде. Ну, смертельный удар, понятно, если мы убили врага этой обилкой, то можем ее использовать еще раз. Опять, она очень дорогая, два доблести стоит. Ну, и не сильно-то и крутая. Мне она не очень нравится. Ее можно использовать, если враги слабые, да, и она чисто убивает, где реально там супер урон какой-то. но в перспективе это будет не о чем. Не урон и очень дорого стоить. Дымовая завеса. Ну, вот это тоже я не использовал. Заставляет врагов сражающихся в области 10 метров отступить. При этом они провоцируют атаку по возможности от своих соперников. То есть, от наших братков. Ну, бдительность это мы не можем использовать, если втянуто в бой. Имеется ввиду. На сражающиеся враги книжка улучшается, отталкивается на 2 метра. Ну, мне это не понравилось. Вот склянка яда это одна из топовых штуковин. Накладывает в область яд на 3 стака яда и книжка улучшается еще уязвимость. То есть, последующий удар по врагу там критом должен быть. Получается, в чем фишка? Чем сильнее враги, тем больше у них здоровья, тем эффективнее эта обилка. И еще она по площади. Область 9 метров. По площади, то есть, часто на 2-3 можно накинуть этот яд. И он стакается, яд, вот один из немногих дебафов, которые можно настакать. Например, тот же Кровоток, он не стакается. Он один раз, он хоть 10 раз его кидаем, все равно будет одинаковый урон наносить. Но там 20%, а яд только 5. Но зато его можно очень-очень много настакать. И на боссах, на здоровых врагах он очень эффективен. Поэтому поначалу стоит взять яд, на мой взгляд. И новая обилка, которая открывается после прохождения арены, это прямо между глаз. Вот потом я перекачал и взял ее, попробовал. В чем плюс? Она наносит Кровоток. И она, во-первых, склянка яда урона не наносит, а здесь наносится урон цели, и еще и накладывает Кровоток. Если цель кровоточит, то урон удвоен. И книжкой улучшаем критический шанс, у нас повышается... Ой, урон. Не шанс, а урон, криту... Если критануло, то повышается на 30% у нас еще урон дополнительно. Но, в общем, вот это я попробовал, очень хороший, особенно если хороший, мощный кинжал, когда раздобудется, оно прям критует очень сильно, там, как бы, и... Неплохая белка. Мне вот это понравилось. Так, и следующий, следующий ряд. Теперь смотрим, это у нас последний. Отравленное оружие. Каждый раз нападая сзади, боец накладывает эффект яд на одну секунду. Но это имеется ввиду один стак. Здесь так написано просто. Один стак яда накладывается. Яд также распространяется на врагов рядом с целью. Книжки улучшаем. В принципе, вот это тоже. Здесь можно все, здесь все у него неплохие, последние, в зависимости от стиля игры, того, что нравится, можно все брать. Дальше у нас идет бросок ножа. После применения навыка наносит 5 урона. Тут урона очень мало, да, он увеличивается тоже со временем, это просто ловкости там, но все равно он очень маленький урон, получается. Ближайшие цели в пределах 8 метров. То есть любой навык, даже мы бег используем, вот эти вот стартовые, что книжками, любой навык абсолютно. Он кидает кинжал, движение сбрасывается, то есть мы можем заново походить. То, что мы ходили, оно уже как бы не усчитывается, ход полностью обновляется. Ну, в общем, я вначале вот это тоже взял. Ну, так, можно использовать, но потом, когда враги становятся сильнее, оно просто вообще ни о чем, урон ни о чем становится. Дальше вот в итоге я взял вот этот вот навык, и по-моему, все-таки вот этот самый нормальный, что в начале каждого раунда накладывает хрупкость на двух, это двух, это если мы улучшаем книжкой, ближайших врагов на один раунд. Очень классно, обычно как раз ближайшие, в всяком случае, после первого раунда у нас ближайшие враги как раз те, кого мы будем убивать, скорее всего, и как бы увеличить по нему урон на 30%, хрупкость увеличивает входящий урон на 30%. Это очень даже в тему. Мне вот это понравилось, короче. Дальше, испытания. Ну, вот это тоже, как бы, вроде бы можно взять лихорадку накладывает на врага, которого мы бьем, горящего, красочащего или отравленного. Но если улучшаем книжкой, две лихорадки. Лихорадка, это входящий урон увеличивается на 10%, то есть под улучшением книжки на 20%. Но уже на враге должен статус какой-то быть наложен. И только текущего врага, которого мы врага отравили, наложили кровотоки, вот эти все статусы. Но его уже как бы и бить особо не надо. Обычно это делается для того, чтобы он умер от этих статусов. Поэтому, ну, такое, как бы, не знаю, сомнительно, не очень. Убийственный контракт, по-моему, самое нормальное. можно. Но, вообще, опять-таки, от стиля игры можно взять любое, но мне больше всего понравилось убийственный контракт. Как-то от него больше всего должно быть эффекта, на мой взгляд. Дальше у нас идет копейщик. Последний из доступных на данный момент классов. И, на мой взгляд, это самый крутой персонаж группы за счет стены копий. Но по порядку. Первая строчка очевидна опять. Славная поддержка. Берем доблесть генерировать каждый ход. И дальше следующие навыки. Тут я, как бы, все попробовал. Бросок копья вроде бы, как тоже неплохой, но стена копий все-таки лучше. Поэтому бросок копья. Это у нас можно сразу на несколько врагов, но там, опять-таки, область такая, что она по прямой идет область. Линия от братка вперед. И кровоток накладывает на одну цель. Если книжка улучшаем, то на всех, кого он зацепит, кровоток накладывается. Ну, за счет кровотока чистя, это, конечно, неплохая штука, но по сравнению с другими не очень, я бы так сказал. Другие все-таки лучше здесь, альтернативы. Первая альтернатива это боевой клич. Боевой клич одного, я все-таки думаю, что стоит взять, потому что ярость всем союзникам в области. Получается, 6 метров, ну, это улучшенная, не улучшенная версия, 4-6. Плюс еще можно повысить на метр, например, одеть вот этот вот талисманчик, метр поднять, и как бы, ну, очень даже неплохо получится. 7 метров, прям, клич, где-то можно, если плотно стоять, всем ярость кинуть, то есть, на следующую атаку усилить на 50%, на всех. Очень неплохая штука. Дальше идет вот стена копий, это самая лучшая вообще, по-моему, обилка из всех, что есть в игре, мне больше всего понравилось. Бьет, ну, в общем, небольшая конус на 3 метра, она как раз дальность атаки копья, что и враг, который туда наступает, получает атаку от нашего братка, и он останавливается на месте, все, он теряет ход свой, он больше не будет атаковать в этот момент, все, отключается, грубо говоря. Если мы улучшаем, то двух врагов, но почему-то два врага не всегда как-то срабатывает, то есть, иногда оно на двух работает, иногда почему-то все равно на одного. Вот так, может быть, там, если браток последним ходит, там, зато сбрасывает, в общем, какая-то есть такая недоработка, я как-то не вникал, из-за чего это происходит, но вот иногда один только враг подойдет и все. Но улучшение на двух это очень крутая штука, двух врагов можно остановить и не получить урон, то есть, контролить. По сути, если мы еще заранее ставим спервол, два врага на него подбегают, следующий ход мы можем им походить с братком позже, и еще там будут эти движения, эти же враги могут еще раз на спервол там набежать, то есть, получается, ну, как минимум, у нас два врага за ход будут останавливаться, а может быть, даже и четыре, если у нас с прошлого хода еще стоит спервол, вот имеется в виду, два врага подошли, мы начинаем ходить, обновляем этот спервол, и еще два раза они могут походить и опять остановиться, поэтому способность просто лучшая, плюс, можно же еще сочетать это вот с коктейлем каким-нибудь, или поджог там положить, враг еще загорится, еще 20% здоровья потеряет просто от того, что он горит, это как бы в сочетании вообще получается отлично, ну, и бдительнее, что это нельзя использовать, находясь в бою, но опять-таки копья есть вот эти нормальные, они откидывают врага, то есть даже если враг подбежал, ударил нас, мы его просто обычной атакой бьем, он отталкивается и ставим стену копий, все, он уже ничего не будет делать, просто вот лучшая билка, поэтому вот у меня таких два бойца, но я позже покажу свою армию, дальше у нас идет чувство локтя, это вот последняя строчка, когда боец находится рядом с союзником, обоим, обоим это если у нас улучшена книгой, дается жестокость, то есть урон повышается на 30%, но если не улучшена, то только ему, только нашему братку дается жестокость, тоже отличная штука, я считаю, что это нужно брать, потому что как раз-таки копейщик очень часто и выгодно им даже всегда заканчивать рядом с союзником, во-первых, у нас тогда получается спервол бесплатный, как по мне, на стену копий нужно делать 2 очка действия, потому что оно слишком крутое, а билки, которые стоят 2, они даже, можно сказать, хуже, чем это, в всяком случае, с точки зрения контроля врага, там ничего такого полезного нет, а здесь получается, что топовая билка на контроль, и еще она как бы стоит так дешево, и это очко восстанавливается нам просто стоя рядом с союзником, мы его потратили, тут же восстановили пропустить вход, еще и чувство локтя урон увеличивает и себе, и союзнику, очень крутая штука, дальше, какая есть еще альтернатива, каждый раз, когда враг в ближнем бою атакует соседнего союзника, наносит этому врагу 12 урона, но урон опять-таки увеличивается, и вот прокачивая книгой, просто мы увеличиваем урон, но базовый, если у меня тут, какой есть, с 8-12, просто можно примерно соотношение понять, ну, такое себе, нет, я думаю, что это далеко не лучший вариант, дальше, что у нас идет, атаки по дальнобойным бойцам накладывают эффект дисбаланса на один раунд, и книжка улучшается, имеют еще 40% шанс быть критическими ударами эти атаки, ну, вот не знаю, если это действительно так, только по дальнобойным бойцам, ну, как бы сомнительно, если по всем, ну, да, тогда еще как бы неплохо, но я вот это и не проверил, я тогда это не проверял, потому что я вот это сейчас только эту обилку общей посмотрел, что вот там книжка дает, если она по всем дисбаланс бы накладывала, возможно, да, это было бы очень хорошая альтернатива, и стоило бы ее взять, но так как она работает только по дальнобойным бойцам, то как бы не очень, как по мне, тогда не очень, ну, вот, все, фу, я примерно так и показал все эти навыки, я вот все их рассмотрел, что дают книги, все, теперь перейдем к следующему какому-нибудь этапу, так, так, про логово крыс еще, да, тоже можно рассказать, спрашивали, такой вопрос был, откуда брать вот этот вот образец чумного нароста для крафта нужен, когда мы нападаем на логово крыс, там есть такие столбы, вокруг которых яд, вот за каждый уничтоженный столб в бою мы получаем вот этот вот образец чумного нароста, если что, так, теперь перейдем, рассмотрим лагерь, что там у нас есть, что там надо делать, так, как-то, сейчас откроем его, так, лагерь, какие есть у нас постройки, ну, и начнем, например, так, а, сейчас я еще примерно скажу, где их примерно получать, в общем, они получаются в рецептиках, мы их находим, изучаем, либо вот здесь вот в знаниях, да, вот, что-то можем сразу прокачать за знания, а что-то мы просто рецепты где-то находим, улучшаем, кстати, у меня чего-то еще нет, оно, наверное, оно есть сейчас или нет, не знаю, что-то я не нашел, если кто в теме, что это такое, возможно, где-то в тайнике, или что, вот что здесь я не нашел, то ставьте комментарий, интересно, что я пропустил, и так, значит, что у нас есть, сейчас, где у нас находится, вот лагерь бандитов, где я показывал, где находятся эти, там, по-моему, рецепты постоянно есть, в лагере бандитов, где черный рынок, и еще квесты, где нужно охотники загнать стаю там какую-то, то есть это вот здесь, вот, например, лагерь горных следопытов, клыки сихи, если что, здесь находится стая вот здесь, но чтобы ее найти, там надо сначала потрогать какой-то трупик, вот здесь, к сожалению, в начале, я не помню, где он был, но в итоге стая где-то вот тут находится, и там появляется от нее кровавый след, сложно было найти только вот здесь, вот второй лагерь, тут тоже рецепты, всякие на крафт, всего, здесь, вот перед шахтой, маленький-маленький трупик, возможно, это фиксанут, но он еле заметный, прям вообще, вот тут вот он лежит, на него нужно нажать, и идти по кровавому следу, где-то вот сюда, просто так, уничтожая стаю, вот этих призрачных, квест не пройдется, надо именно сначала потрогать труп, и по кровавому следу пройти, где-то тут он будет, здесь же это будет в третьем биоме, так, вот он лагерь, а стая будет находиться, сейчас, вот тут, по-моему, да, но трупик находится где-то здесь, ну, тут его легко заметить, он где-то в поле, вот тут, по-моему, лежит, где-то вот в этом регионе, короче, точно, точно, прямо не скажу, где-то тут, его легко найти, идем по следу, вот сюда, где-то вот тут, вот даже, может быть, вот так, я покажу, чтобы точно не ошибиться, вот в этом регионе труп, так, и там вот тоже, в этих лагерях, можно покупать, всякие рецептики, для крафта лагеря, так, теперь по строечке в лагере, во-первых, тренировочный манекен, получаемый боепут, повышается на 5, ну, и кого мы сюда ставим, братка тренироваться, оп, он будет, соответственно, просто за каждый привал, получать опыт дополнительно, потом, здесь у нас, часового, табурет, на 10% уменьшает, вот уровень опасности, если мы рядом с руком, хотим отдохнуть, у нас будет опасность, сколько шансов, что на нас нападут, и вот он на 10% снижает, если браток там стоит, так, палатка, понятно, что доблести больше генерируется, у нас, вот этой вот, да, которую в бою, используется для юзобилок, за каждого братка, дальше, мастерская, ну, здесь понятно, у нас, крафтим, просто всякие штуковины, которые здесь же используются, хочу, вот еще что можно сделать, поместить ловушку, мясо, там будем какое-то добывать еду, покупаются, опять, у этих охотников, крафта, я вот не нашел ее, так, дальше, лекторий, вот эта долгая непонятная штука, что, зачем, ну, в общем, на самом деле, полезного там пока что ничего я не нашел, ну, там одно оружие крафтится, но оно уже когда скрафтилось, было бесполезным, там крафтится, вот находятся всякие обломки, в основном, вот в биоме, который слева, ну, и можно, который сверху от базового, стартового биома, тоже там поймать, какой-то сундук выловить из воды, там тоже будет такая штука, ну, и там просто рандомные какие-то, антиквариат делается вот из такой вот штуковины, антиквариат у нас стоит 4, типа он потом стоит просто больше, он если кубок там 105, эти 56, ну, и все, вот это бесполезные вещи, плюс там есть какие-то еще вот такие книги, вот тоже, вот одна изучилась, вторую тут еще пока нельзя, какой-то руна, типа какой-то нет, они тоже, это пока я не понял, вот здесь у нас появляется такая вкладка, историю типа просто расшифровывать, видимо, какую-то местную, и все, и еще там какая-то штуковина была, которая изучается аж 7 привалов, там было оружие, сейчас я даже его покажу, вот этот вот молот, с особым ударом вон там написано, ну, в общем, когда я его добыл, у меня уже там оружие было около 10 уровня, поэтому мне оно просто не нужно было, это за прохождение гробницы, там, там такая кучка дается, гробница у нас находится, если что, вот здесь развалины, а пройти у них можно, вот тут подъемчик есть, незаметный такой, и здесь в развалинах, можно будет получить вот эти всякие для, лектория в основном вещи, так, дальше что у нас идет, котел, ну, котел понятно готовить еду, здесь у нас стойка для сушки мяса, здесь мы можем превращать, ой, например, вот, два кусочка, ну, это два, два кусочка мяса превращается в четыре, более качественное мясо превращается в шесть, в чем плюс, вот эти, то, что мы получаем, во-первых, больше питательной в сумме, да, то есть, ну, обычно два к шести идет, тут два к четырем, то есть, из два мяса получили четыре, а там из два шесть, и оно весит меньше при этом, то, что здесь получается, оно всегда весит 0,1, а то, что исходный материал, он может и 0,5, и 1, и 2 весить, а здесь мы 0,1 получаем, выгодная конвертация в легкое мясо, и большее количество еды, дальше, дубильная стойка, вот здесь можно, например, из человеческих останков кожу получать, очень классная штука, кожи постоянно не хватает для раскачки всяких там, крутых штуковин, и вот бочка, работник здесь, как мы видим, улучшает счастье, выгодно, например, тот же мед, который в том же биоме, где он находится, продается там в городе, вот, его конвертируем 3 к 3, здесь получается, вот так, 3 к 3, и выгодно покупать мед, это продавать по единичке золота, по-моему, будем на этом зарабатывать, ну, в общем, как-никак, но хоть какой-то плюс, так, где находится, если что, эта бочка для счастья, потому что счастье, это самый популярный вопрос, она находится, по-моему, вот в этом логе бандитов рецепт, вроде бы вот здесь, мы находим этот рецепт, так, далее, что-то по лагерю, а, еще не все я рассказал, вот же еще, что есть, носилки, ну, где-то в том же районе, либо у охотников, там же, в соседнем здании, так сказать, лагере, либо у этих же бандитов, там, в том же месте примерно, здесь просто травму можно вылечить, но вот животное нельзя туда поместить, а вот, у кого-то там, человека с травмой, зэка, можно вылечить здесь, за привал, неплохо, да, еще, кстати, в лагере, животных ставьте рядом с людьми в упор, потому что есть скрытая ачивка, за которую дают как бы левелап, да, их много, как бы в игре скрытых ачивок, вот одна из них, это рядом с животным, там, сколько-то там привалов провалили, 10, 15, там, всякое такое, простоятие, дадут левелап кому-нибудь, но только одному почему-то, дают, чтобы дали второму, нужно еще столько же, видимо, отдыхать, поэтому, это долго, скрытых ачивок таких много, там, например, убить одним братком, там написано в бою, например, 10 кабанов, но на самом деле, они апаются не в бою, а всего, и по-моему, после того, как кто-то апнул, у остальных, всех счетчик сбрасывается, как-то так это работает, я вот сам точно не знаю, но насколько я понял, то есть, например, у нас кто-то апнул, убить 10 кабанов в бою, хотя, так написано, но на самом деле, он, видимо, 10 кабанов всего убил, я не знаю, потому что, там, в бою убиваешь одного-двуха, она апается, и у остальных, по-моему, все, счетчики обнуляются. И, наверное, можно получить, возможно, только по одному разу на бородка. Но это опять не точно. Я за этим изначально не следил, поэтому не могу сказать. Потом, например, получить 10 травм на бородка. Тоже дают скрытый левелап. Там... Потратить 10 очков доблести. Тоже дают такой левелап. Там... Сколько-то там критов нанести. Сколько-то в бой втянуть врагов. В общем, за всякие такие действия есть скрытый левелап. И обычно это около 10. Даже зарплату заплатить 500 крон. И за это тоже есть. Бухариком там 10 дней подряд пробухать. Тоже есть скрытый левелап. Но тогда если браток на Бухарика вот если апается, то как бы... Бухарик это плохо. Надо будет постоянно кидать выпивку. Потом еще кто-нибудь сопьется. В общем, сомнительное решение бухать. В общем, скрытых левелапов можно таким образом наполучать изрядно. Так. Лагерь мы, значит, рассмотрели. Братков на обилке посмотрели. Так. Как нанимать я сказал. Что я еще у нас упустил? Сейчас откроем. А вот схрон. Важный момент. Тоже нет места. А куда складывать? Не продавать же ценные ресурсы. Просто на карте берем любой какой-нибудь лагерь. Удобное место. Недалеко от города желательно это сделать. И вот у меня, например, сейчас сделан схрон. Спасибо, мне подсказали на стриме. Я сам до этого не додумался. Короче. И просто складываем туда вещи. Вот у меня уже довольно давно тут сложено. Что потом можем забрать. Например, ресурсы. Еще очень много там железной руды добыли. Она весит по полкило. Или вот кожа вот эта вот зараженная. Кстати, я не нашел, куда ее как ее конвертировать в обычную или куда использовать. Может быть, тоже кто знает. Напишите тогда, пожалуйста. И в общем все освобождает место. Помогает нам носить луцецкий. Очень выгодно. Так, да. Вот про профессии еще можно сказать. Так что да, ну важный момент. После того, как мы все соберем из схрона, все, он стоит недоступен. Даже сейчас посмотрим. Например, да. Если мы нажмем. Вот так вот. Например, мы все забрали оттуда. Оп. Все. Больше мы туда не сможем. А нет, сможем. Кстати, в этот сможем. Кстати, да. Да, это и другие места есть в городе. Это я не прав. Согласен. Можно складывать. Так что вот такие вот места на карте, где есть. И там ничего не пропадает. Может. Ну, во всяком случае, пока что. Можете смело все там оставлять. Так, потом. Да, вот здесь было логово крыс. Вот эти все локации. Логово бандитов, крыс и так далее. Они не респятся. Сейчас, во всяком случае. И на них, на все можно получить квест в городе. То есть, я не рекомендую зачищать там всякие башни, логово крыс и так далее. Пока на них не взяли квест. Квест берется в городе. Квесты бывают у нас двух типов. Это рандомные. Там просто убейте вот какую-нибудь группу. Вот такие вот получаются. И как бы одноразовые, грубо говоря. Вот, например, уничтожить логово бандитов какое-то. Крыс логово вот так вот помечается. Ну, бандитов, соответственно, просто появится вот такая другая немножечко метка, да? На логово бандитов вот уничтожить его. Это все. Желательно вот поэтому на все это идти только с квестами. На чемпиона, опять-таки. Причем, во втором биоме, в отличие от всех остальных вот здесь верхнем, здесь квесты берутся в двух местах. Это вот в этом городе и вот в этом. И можно взять в обоих городах квесты на одно и то же место. К примеру, и здесь, и здесь взять квест на чемпиона и убить чемпиона и апнуть сразу же два квеста. Да, еще, кстати, здесь находится чемпион на горке. К нему просто так не прийти. И тоже, может быть, сразу непонятно, как туда спуститься. А в игре есть возможность с помощью крюков спускаться с гор и таким образом можно еще кучу тайников найти. Вот такой вот. Он крафтится в лагере. Да? Крюк. Просто нажимаем на него правой кнопкой вот здесь и ставим на горке. И можно будет спускаться. Причем, после как поставили и вверх и вниз. Вот на карте вот так он обозначается. К примеру, вот здесь вот тайник, да? Можно попасть. Вот можно, кстати, да, сейчас увидеть. Я не все тайники нашел, так что если где еще кто знает тайник, тоже примерно напишите в комментарии, где это находится. Так, вот здесь спускаемся. Тут тайник. В тайниках тоже ценные вещи можно какие-то найти. Тут просто для быстрого доступа можно где-то строить, чтобы дойти. Потом вот здесь вот к боссу, чтобы пройти, надо крюк ставить. Вот здесь тайник есть с ценными ресурсами. Так, вот тут как бы ничего не было. Это я просто так построил. Вот тут вот один добывается секретное место. А, и где тут? Тут тоже просто для быстрого доступа. Ну, тут я особо и не искал уже. Тут я не нашел ничего, поэтому. Короче, серьезных таких тайников и реальных это вот здесь и здесь. Плюс еще вот тут есть на карте да, у мэра что можно украсить, кто не нашел. Ну, тут я думаю просто все, наверное, нашли. Здесь у нас сокровище тоже на крови, пятно крови надо нажать. Потом я говорил вот здесь вот тайник с книгой на прокачку навыка где-то находится, по-моему, вот тут кто где-то прямо в упор надо или вот здесь дойти в упор. Там тоже пятно крови такое на земле незаметненько надо нажать. Более-менее ценное. Так, если кто не нашел тоже куда аптекаря увезти, покажу, что это вот здесь. Пятно крови тоже надо нажать. Здесь берем, он с нами ходит, его нужно сюда отдать. А еще какие были такие у меня, правда, вроде как больше особо ничего и не было. Так, теперь перейдем еще раз смотрим специальности, да. Так, можно вот сейчас писать, какие я раскачал. Алхимик дает три ловкости. Ну, ловкость, соответственно, вот этому бойцу совершенно не нужна, но что поделать. Вот он получил у меня три ловкости. Так, там ничего особенного, крафтить всякие. А, вот улучшение данного оружия, крафтить, в принципе, они довольно неплохие. Вот здесь мы можем посмотреть, есть. И они бесконечные. Сначала думал, может они как-то на бой или что, ну нет, они бесконечно длятся, но их и не так просто скрафтить. Вон там, горение. И плюс, да, в чем еще фишка? Когда мы открываем какой-то рецепт, крафт, к примеру, вот кислотное масло, каждый раз, когда причиняют урон, навык, 20% шанс наложить горение. И после этого еще мы можем эту самую, триннику скрафтить, улучшим. Вот, еще дополнительно. После, шанс применения эффекта повышен на 30%, и так вот на все вот эти зелья. Ну, или почти на все. То есть, базовый шанс 20, тут еще, и очень даже неплохо, если мы бьем, но тоже, опять-таки, горение надо на врага, который не будет двигаться после нашей атаки, и пропустит ход, так сказать, потому что при движении оно сваливается. Яд очень полезно, потом вот это вот, что тут еще есть. Есть 10 крис шанса, ставка, ну, в общем, много полезных штук. Против чумных урона, это такое себе. Шанс восстановить здоровье, это тоже. Вот это, кстати, я не знаю, что это значит, масло бдительности, но я и не тестировал. Непонятно. Кто знает, как оно работает, тоже напишите в комментариях. Каждый раз, когда навык причиняет урон, 20% шанс применить статус, наносящий урон в размере 50% от атаки. Это вешается дот, короче, как от топора с чемпиона примерно, что-то такое. Вот это неплохая штука тоже. И опять-таки, шанс можно повысить с крафтив ставку какую-то из этих. бойца и шансы избежать получения статуса яд. В общем, здесь примерно все уже однотипно работает. Делаем на оружие просто, когда экипирована правой кнопкой изминутая, нажимаем на селье, вот, например, вот так вот, применить к оружию. Вот, например, появляется такая штука, она постоянно действует, укрепляющая масло. Так, дальше сейчас в специальности что-то там, кузнец у нас силу плюс 3 дает, умелец, вот умелец, критический удар плюс 5, да, лук, если не смотреть лук чемпиона, на мой взгляд, самый лучший, это вот желтый. Ну, его можно у торговцев либо выбить, там, у чемпиона. Да, тоже в отряде врага, если есть какой-то лидер, он бафает всех, которые юнит, у него всегда желтый высшего уровня, высшего тира, так сказать, оружие, ну и броня, и все, и желтая, и там отличаются все оружие обилками, то есть, вот у меня столько луков, и у всех вот, получается, 5 луков, и у всех разная активная обилка. Горящая стрела, приказ к атаке, мощный выстрел, град стрел, и вот легендарный. Ну, в общем, не считая вот этого чемпиона, самый лучший, это, на мой взгляд, град стрел, потому что при крите атакует еще раз, поэтому на лучника, вначале, если рассчитывать вот на этот лук, то стоит взять умельца на крит удар, вот у меня сейчас, ну, 61, это, конечно, еще за счет большой ловкости, плюс 100, но тем не менее, даже когда шанс там меньше 40, у меня было, что он 4 раза подряд критовал, и стреляет, он повторно стреляет вот с этого лука, вот град стрел, крит, 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 и убил там, в итоге, например, очень хороший лук, вот этот мне понравился, самый интересный, ну, и тут в остальном уже, понятно, кому что понравится, молот самый лучший, на мой взгляд, это вот этот, потому что у него обилка, кровотечение, если у цели есть броня, то есть, как раз таки, в самом начале, на первый удар, можно покрутиться, по двум, кровоток повесить, кого-то там еще залочить, ну, в общем, отличный, тоже молот, с босса, вот как бы, тоже есть, но с босса, он уже у меня устарел, седьмого уровня, низкий, если последним бойцом ходить этим, да, то мы подготавливаем этот удар, и бьет он на следующий ход, только, тоже неплохая штука, в начале, прям вообще, шоттл, врагов, на ура, гвизарма, вот эта крафтовая, с огнем, так, ладно, сейчас, еще что тут у нас, вор, вот, ловкость 2, крит удар 3, это лучше использовать, тогда получается, ну, вот я бы как взял, на лучника, значит, крит удар плюс 5, можно, ну, это, либо на вора, ой, на вора, на этого, на лесничего, либо поменять с ними местами, не так важно, вор, у нас получается, ловкость, крит удар, ну, тоже, то, что от ловкости у нас, случник, и только вот, лесничий, на него можно отправить, дальше у нас, шахтер, шахтер, самая лучшая, штука вообще, телосложение 4, сила 2, ну, тут, как бы, телосложение, это можно, хотя бы, вот, даже на кувалду, поменять с ними местами, ловкость, потому что, там уже, никому больше не надо, на этих, два класса, если всего, то, это лишнее, придется, кому-то брать, ловкость, не нужно, если такими, играть, персонажами, как у меня, дальше, телосложение 6, вот это вот, можно взять на танка, например, 6 телосложения повара, это вот, я не докачал ученость, воля дает, воля самый бесполезный, она только, вот, на 11, пункте, дает, плюс 1 критудару, дальше, там, я уже не помню, на каком, 16, или что-то такое, поэтому, воля, довольно бесполезный параметр, если что, воля, на что влияет, в бою, сверху синяя полоска, до воодушевления, да, там, пока идет за убийство, вот, она, на эту полоску влияет, воля, поэтому, ну, обычно, когда она доходит уже, дело до воодушевления этого, то, и так уже все, все там уже победа, легко все контролируется, поздно, слишком это происходит, поэтому, как бы, сомнительно, воля вообще, на данный момент, такой параметр, так, дальше, что тут у нас, рыбная ловля, ну, мне тоже пришлось перекачивать с нуля, поэтому я не докачал, ну, тут критудар, как бы, есть, поэтому, еще так, более-менее, рыбную ловлю, вот, можно взять на того, кого не хватает воли, вот, видимо, если еще докачается, да, вот, на следующей воле, 11, он получит критудар, единичку, как раз, наверное, я думаю, что на следующем уровне будет плюс один воля, плюс один критудар, и как раз он получит, не плюс один критудар даже, а плюс два сразу за счет воли, наверное, так, но это не точно, ну, вот, как-то вот так, шахтер, самая полезная профессия, потому что, начиная со второго уровня, там написано, точечка, да, можно находить самоцветы при добыче, самоцветы продаются по 28, а потом, когда мы там еще апнем, вот здесь вот ачивку торговую, они будут еще дороже продаваться на 10%, и плюс, то есть мы за один шахты, руда в шахтах респицы, как зарабатывать, самый эффективный способ, не считая прозеков, что я рассказывал, это добыча руды, в первом городе, это руда, три шахты, вот раз, два, три, руда респицы в двух нижних, причем тоже очень часто, возможно, там раз в сутки, или что-то такое, респицы от одного до трех кусков, вот этой руды, где можно добывать, если нормально добывать, то там получается 10 железа, которое продается в сумме за 50 золота, и там бывает от нуля до трех самоцветов, по-моему, а самоцветы, я говорю сразу, сразу продаются по 28, это просто куча денег, особенно в начале, пока затраты на содержание небольшие, можно просто вот эти две шахты нен-стопом фармить, сдавать зэков, просто заработать состояние, у торговцев покупать лут, как бы весь соответствующий уровень, там и желтые вещи они продают, и все такое, так, сейчас, что тут у нас еще, сейчас еще что-то я хотел сказать, да, по поводу прокачки, ну, самые полезные навыки, тут смотря тоже на кого, движение, очень помогает, хотя бы там, до 14-15 желательно иметь всем, и основной стат, телосложение вообще, на всех бесполезное, потому что, ну, да, телосложение, я бы сказал, что он только в начале как-то помогает, потом уже от него, когда уже враги сильные, толку не там, либо броня, как бы, то, что если есть в море и доты, и все, они по процентам сносят, смысл особо его качать, не, но можно там подкачать, чуть-чуть, не при желании, лучше качать основной стат, движение и криты, как-то вот так, самое основное, так, что-то еще я хотел сказать, по поводу еще авто оружия, там у всех, да, тут отравляющий киджал, крафтовый, можно тоже на этого воришку, там киджалов тоже много, про все оружие, тут уже больше зависит от того, использовать, какое белкое оружие, а какое оружие есть более высокого уровня, оно обычно сразу существенно лучше, тут все улучшается в геометрической прогрессии, с каждым уровнем, поэтому обычно на уровень что-то выше, оно уже лучше, даже если оно по обилке не очень, как-то так это работает, коктейль очень хорошо сочетается, вот сейчас мне понравился, с перволом, то есть мы кидаем в область первола, где остановится враг, и он сразу же получает урон, он забегает в огонь, но первол его останавливает там, и он получает 20%, особенно, чем сильнее враги, тем эффективнее вот эта штука, очень сильно бьет тогда сразу, броня, вот у торговцев там, частенько продается, либо у бандитов, может быть, движение, крит удар дает, броня, вот самый нормальный вот такой вариант, а вот, я хотел еще про вот эти рассказать штуки, да, что они прокачиваются, здесь вот есть ачивки, вот на кубок нажимаем, и когда мы их выполняем, нам дают всякие бонусы, дополнительные, ну, за большинство из них, к примеру, вот, храбрешие, полученные очки доблести, когда мы вот 100 штук получим, у нас максимальное очко доблести повышается на 1, здесь, например, каждый убитый враг дополнительно дает боевой дух на 1, тут вот ничего не дают, а портанисты, урона такого возможности повышается на 5%, стоимость нами спутников снижена на 20, слои брони, вот, кстати, 50 брони надо скрафтить, слои брони, вытянутые из ячеек, больше не уничтожаются, и мы можем ставки все вынимать, и они останутся у нас, это очень тоже неплохая штука, хотя на данный момент, это уже не особо решает, но, когда это прокачаешь, ну, поначалу бы это помогло сильно, выкованная броня получает одну дополнительную ячейку для слоя брони, это тоже, ну, опять-таки, на больших уровнях, если врагов бить, выкованная броня уже не нужна, но, пока она актуальна, если до этого дойти, это очень круто, дополнительная ячейка, ну, как бы вот так, ну, так я еще чисто читать сейчас не буду, если кому интересно, тут мелко, не знаю, будет видно, прочитать, прочитайте, если кому интересно, что из этого, что дает, так что я тут на аппл всяких ачивок, тут вот еще, улучшаются за уровнем, но сейчас везде ограничения пятым уровнем, пока что дальше ничего нет, вот так, так, ладно, это я тоже показал, что я еще и не рассказал, здесь вот, что у нас тут, ну, тут я не все прокачал, тут вот некоторые связанные, то есть вот это я прокачаю, и, скорее всего, откроется следующее, дипломаты, да, вот тут так вот работает, стоимость наима спутников, снижена на 5%, новобранцы получают очко навыка, новобранцы получают очко навыка, ничего себе, я, кстати, даже и не знал, что там как учить, надо было брать, вот, неплохая штука тоже, да, новобранцев с навыком, можно взять, вот их, все, все раскачал, не хватило как раз знания, показать, ну, в общем, вот так, здесь, да, вот еще, такой вот значок, это значит при первом крафте мы получим, значит, еще ни разу не крафтилось, при первом крафте мы получаем знание, бонус там, сколько-то там, 50 примерно, плюс-минус, вот, кстати, да, шанс поимки животного и зэка, на данный момент он равен 100%, почему-то это сейчас не работает, но его пофиксят, и чем меньше здоровья остается у врага, тем выше шанс поймать, поэтому сейчас это как бы тоже такой баг, что ловятся все 100% шансом, из-за этого так легко зарабатывать на зэках, например, потому что они ловятся всегда, не нужно заморачиваться, минимум хп ему оставить, чтобы захватить, там какие-то есть тоже вещи такие, на захват, ну, это сейчас все не нужно, потому что 100% захватывается, но по-любому фиксанут. Оружие, кстати, тоже, после крафта первого оружия, у нас открывается сразу же второй термин, вот, к примеру, я изучил, скажем, кинжал, да, первый, за знание, после того, как я его изучил, либо скрафтил потом, точно не помню здесь, как работает, открывается второго тира, и он уже значительно сильнее, то есть в самом начале, есть смысл вот это сделать, пока у нас, как бы, нет доступа к такому хорошему оружию, потом он, конечно, станет слишком слабым, но вот, если как можно быстрее какое-то оружие так качнуть, можно довольно мощно запуститься, вот единственное, что я сейчас из крафтового использую, это гвизарму, вот она что-то, как бы, не попадается нормальная, которая вот отталкивает, особенно, мне не попалось, здесь вот слои брони, белую кожу, если что, она берется из призрачной стаи, в лесу ночью появляется такой туман, и там призрачная стая, вот если ее победить, дается белая кожа, накрафт от этого всего, так, тут еда, самая лучшая еда, это, как по мне, яблочный пирог, но блинчик, потому что он, усталость медленнее набирается на 30%, ну и перед боем, я, кстати, даже не проверял, реально ли это все увеличится, статуя или нет, не заморачивался, может тоже, что-то недоработано, можно взять тоже какую-то еду, там если охотится, больше еды будет, ну вот алхимия, самое такое интересное, тут всякие, потому что зачарование наружу, да, вот если еще у нас есть страничка, вот здесь нарисовано, это значит, что после первого крафта откроется дополнительный рецепт, связанный, то есть, к примеру, вот здесь у меня была тоже страничка, например, тоже кислотное масло на огонь, после первого крафта открывается вот эта вот еще штука, усилить этот эффект, и тут соответственно, также откроется усилить этот эффект, будет еще, видимо, не 20%, а еще дополнительно 30%, вот эта вставка, Которая одевается на братка вот сюда Так Вот еще кстати истязатель черту 5 крит удар и крит урон Это в бою получают братки Там по моему нужно Сколько раз то ли критануть То ли что то такое В итоге ее все получают практически То есть у кого то дуэлянт у кого то это черта Как то так получилось Что то такое Так Можно еще по поводу По поводу оружия чуть чуть посмотреть Вот с этих гвизарма выбивается еще крутая с босса Вот я кстати выбил Самую финальную битву 10 уровня Гвизарма у 65 сил Вот это вот желтая она Но она эффективна не на спиррольщика Так сказать Вот тоже бьет 4 раза И не отталкивает Вот на этого как раз капитана Да кстати вот Мы же какое то количество братков мы собираем Мы сначала делаем капитана Выбираем кого то Капитана это вот Водушевить бойцов Дается один доблести За каждого союзника в области Опять таки вот эти вставочки Где то она берется по ходу прохождения На увеличивается дальность Да и вот этих всех скиллов Получается что Один раз за бой применяется Ну очень крутой навык Вообще очень решает Его можно взять Ну на какого то такого Неконтактного бойца Скажем так Либо вот на Этого баффера С боевым кличем Либо можно на лучника Наверное взять еще Как то вот так И вот эти вот Ну здесь в чем хорошо На Капишка Вот который не спиррол Вот с боевым кличем Да ярость То есть он может сразу же Если нужно Баффнуть кучу действий Со всех союзников Собрать Доблести И сразу же боевую кличу Вот это сочетание неплохое И плюс гвизарма Которая не откидывает То есть за спиной союзника Стоять Почему хорошо не откидывает Потому что Если мы стоим за спиной союзника Объем врага Который втянут в бой Мы его оттолкнем просто А он побежит там По площади ударит Не того кого нам надо Не того кто с ним сражается Невыгодно обычно Поэтому вот именно на этого бойца Мне так больше нравится Вот такая вот гвизарма Которая Не отталкивает И вот сразу и боевую клич Плюс удушевление Ну и вот тут я неправильно взял Конечно Потом еще когда отряд у нас расширяется Мы берем Выбираем лейтенантов Можно кстати просто захватить Кучу зверей По моему И уже дадут возможность Выбрать лейтенантов Потом их кикнуть Если не хотим большим отрядом играть Но хотим лейтенантов сделать Набираем кучу Не знаю точно количество Я не считал Ну захватываем в бою Просто кучку зверей После привала это и появляется После следующего Либо через один привал По моему после следующего привала Как мы делаем У нас дается возможность Выбрать лейтенантов Вот сначала одного Потом второго В зависимости от количества юнитов у нас в отряде Так, и лейтенант, вот Он целевой союзник совершает против сражающегося противника атаку по возможности То есть, союзник должен стоять на соседней клеточке с нами И он должен вести сражение с врагом То есть, это нужно бафать как раз вот на него, а не ему Тот, кто контактный боец То есть, как раз таки вот на дикаря какого-нибудь Или на мистера топора можно это бафать на них А бафать можно опять-таки, ну вот Здесь можно, в принципе, вот на лучника, например, взять Он иногда из-за спины стреляет союзников, к примеру Можно взять и на вот убика Можно взять, да и на спирвола тоже Вот, у меня, кстати, есть на спирволе Но спирвол часто, конечно, он этим не особо занят Наверное, я бы взял все-таки вот с текущим опытом игры Я бы взял на лучника и на убика эту штуку Наверное, так У лубика, конечно, и так много всяких действий, которые тратят очки Но, тем не менее, иногда это можно было бы сделать Когда вот мощный союзник стоит, может добить Оп, за действие тоже, добили и все Но на лучника по-любому лейтенанта стоит взять, на мой взгляд Так, что еще можно тут сказать? Сейчас оглянул лут Что тут было непонятного? Карты Ну, про карты я сказал, где кого там найти, если что Так, вот это вот выслеживание у нас Про него я тоже показал Кто где находится Так, так, так Это все мы Смотрели Оружие, вот если только какое-то еще интересно Вот без армата, это четыре раза бьет более-менее Лук я показывал Меч мне вот этот понравился С командным ударом У него получается Урон повышен на 50% За каждого соседнего союзника Ну, то есть Там союзника 3 Рядом с танком периодически стоит И как бы он довольно мощно может бить Еще и ответная атака Неплохо получается Он у меня бронька неплохая На 430 защиты 33 обороны Так Что тут еще у нас, значит Ну, эти вот крафтовые Тут, конечно, в идеале надо выбить что-то получше Что угодно с врага И там будет нормальный урон Не такая вот Шляпа Но, тем не менее Топорик Вот самый крутой С чемпионов лут, конечно Это топор Потому что он накладывает Дот Правда, чем больше целей Попадает под этот удар По площади Тем слабее урон То есть он делится на всех Поэтому часто выгодно Одну всего лишь цель бить Но, тем не менее И вот эта вот Пассивка Кстати, я про это Что-то говорил Нет, кстати Я это пропустил Про топора Я помню, что я про это не рассказывал Что это лучшая пассивка Которая На мой взгляд То, что она первая атака Наносит на 200% больше урона Как раз первая атака Самая важная На мой взгляд И вот если вот этим топором Особенно ударить Можно даже на высокоуровневых врагов Сразу на двух Повесить доты Просто пережить их Так сказать И они умрут сами Просто от дота Которая повесится Вот этим топором Под вот этой обилкой Вообще Она просто очень мощно бьет Так Ну-ка, почему я, кстати Я не помню, что я про нее говорил Да, я вот это, видимо, пропустил Ну, в общем, очевидно Что мне эта штука понравилась Поэтому Я думаю, что ее и надо брать Если что Вот я сейчас об этом сказал Так Гробницы я показывал Это показывал Ну, вроде бы я такое основное Все рассказал Как денежки заработать Можно просто на руде И сдавать пленников Этого, в принципе, достаточно Чтобы на все хватило У торговцев Лут продается обычно По уровню Самому высокому Ну, максимум То есть, если вот у нас, например Есть кабан Одиннадцатого уровня Ну, по-моему, одиннадцатый максимальный Возможно, двенадцатых уже нет Ну, допустим Если у нас кабан десятого уровня Или там волк То враги у нас будут Максимум одиннадцатого Плюс один от нашего Юнита, да Какой у нас зверь Или кто, не важно Плюс один от него Ролица На максимальной сложности Я так понял Если сролица ниже То там уже уровень Не будет повышаться Такого же, как мы В основном все будет А вот на максимальный Плюс один уровень Соответственно Враги будут на уровень Выше, чем торговцы То есть при десятом кабане Мы будем встречать Периодически Одиннадцатых врагов А лут у них Соответствует их уровню А у торговцев Будет тогда Десятого Получается Как-то так Хотя, возможно, даже и Одиннадцатого тоже Вот я не помню Ну, по-моему, торговцев На уровень ниже Обычного Всяком случае Попадается десятый Может быть Есть и одиннадцатый Я точно не скажу Что-то я сейчас Упамятовал этот момент Но, в общем Торговцев Стоит чекать Там торговец По иконке У него нарисован доспех На иконе Внизу такой маленький Значит, он продает Оружие и доспех У них, как обычно, есть И соответствует уровню Нашего бойца Максимальному Поэтому Надо смотреть Если у нас есть Высокий уровень Кого-то там Так Ну и все тогда, наверное Если что я важного Там не так сказал Перепутал Возможно Пишите комментарии Поправьте И что-то там Дополните Что-то интересное И если какие-то вопросы Еще остались Спрашивайте Либо я Либо кто-нибудь Возможно Поможет Ответит Ну и на этом все Пора заканчивать Я так Сколько там я протрепался Ничего себе Полтора часа Я наговорил Просто безумие Ну и ладно Все кому будет интересно Возможно Кто-то что-то найдет Здесь для себя Ну и все Всем удачи Подписывайтесь Вступайте в группы Я пошел